утром супер уже успела сделать много смешных и хороших дел но потому что у тебя же уже не 10 к 10 люди еще может быть какие-то дела не успевают сделать у тебя же уже 11 часов правильно да 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 я сейчас самаре на своей родине и родине бигвила как там самара расскажи нам а мара это лучший город земли и это российская барселона и кто не был самаре рекомендую до сентября или по крайней мере до октября успеть сюда приехать поймать чуть-чуть волжского нежного солнца а я правильно понимаю что в октябре просто она превратится в российский мюнхен и начнется октобр фест октобр фест в самаре вообще в принципе постоянно так что можно в любое время приехать и устроить вот тебя а тань смотри я по и конечно понимаю что можно говорить о самаре буквально вечный мы даже не задали сакраментальный вопрос как даже русская барселона превращается в русскую самару вот но оставим это интригой чтобы люди пофантазировали может быть об этом смотри хочу спросить тебя как человека который ну как я уже говорил на немало людей в самаре в которой ты сейчас находишься сейчас нанимает в москве человек который видел самые разные рынки труда самых разных людей которые выходят на рынке труда смотри хочу спросить тебя в общем считается и часто говорится что найм людей в медиа в регионах это значит сущий ад мытка а точнее пытка мука и все дела а вот в москве у тебя выбор это и другое скажи вот собственно ты в это счастье выбора многообразие вариантов окунулась ли и вообще правильная ли это точка зрения ой ребята я тоже пребывала в таких же иллюзиях и думала что сейчас вот я перееду в москву и тут мне откроется море кадров это все ерунда нормальных людей нет а если они есть они хотят столько денег сколько нет ни у одного медиа холдинга вот поэтому все идут крупные компании например не буду называть пример мы все догадались о ком ты говоришь это компании у которых много разных букв названий но вы поняли иногда они сокращаются до одной буквы или символы еще и так подкину если сразу узнают да некоторые даже из нас там работают очень важный факт да никита скажи пожалуйста ну давай я все-таки уточню то есть понятно что да у тебя там ну условно говоря не всегда есть возможность платить особенно на старте людям столько денег сколько тебе хочется заплатить но вот эта история про то что ужас не могу найти в самаре ни одного значит редактора лонгридов да и как-то типа бельдов волга тоже этим утром не вынесла на берег в москве значит такой вариант сякой вариант и так далее ну а не знаю пространству возможности насколько богат или наоборот беден кадровый рынок в регионах как ну об этом принято думать я должна признаться честно что в самаре практически в тену за редким исключением ребята приходили к нам как на первое место работы и мы учили их буквально всему с нуля как-то так но были конечно ребята которые до этого работали других медиа но их было просто буквально человека а в москве ты типа продолжаешь нянчиться в детском саду или это скорее какие-то уже готовые люди да на самом деле очень многие люди пришли к нам работать просто не то чтобы на какие-то ну то есть наш главный смм-щик и человек который рассказывает про дистрибуцию не но еще и консультирует в андерзийный сплетник в общем антон пришел в компанию редефайн тогда лукат вместе просто курьером вот и у нас было очень много таких примеров не общая тема доставка контента и а еще он студент факультета логистики да так скажи пожалуйста смотри если мы заговорили про первое место работы и в целом у меня пошло не так со связью давай проверим сейчас подожди никита у никита всегда проблем со связью нам сейчас нужно а нет она слышишь раз-два-три татьяна так слышишь ли ты нас ребята ребята да я слышу теперь никита у него был вопрос нету туда никита смотри если мы говорим про первое место работы и в общем ну важно понимать что медиа которые ты делала и делаешь и в самаре и в москве это медиа где люди хотят работать на первой работе или на какой-то расскажи пожалуйста вот тем кто там прямо сейчас хочет прийти в какое-то первое классное медиа которые нравятся а или не знаю может быть это не первая работа но не знаю что-то боится стесняется боится что у него будет единственный шанс он произведет неправильное впечатление и так далее возможно у тебя есть какая-то не знаю там история пример или какой-то конкретный набор там советов и рекомендаций как попасть в медиа которая тебе нравится что нужно делать кому куда писать там что не знаю прикладывать и подобрать ключик к сердцу там главного редактора потому что наверное все таки это не и чар если мы говорим про медиа у меня есть действительно очень хороший пример полина накрайникова которую родион например хорошо знает она сейчас главный редактор лайфхакера когда ей было 17 лет она пришла ко мне работать в обидел она пришла она не просто так от 6 раза сначала она написала нам письмо на общую почту на которой мы ответили попросили ее сделать прислать свои темы вот и темы и и он он нам не совсем подошли о чем мы сказали потом полина написал еще два письма потом полина она была очень настойчиво написала письмо мне уже в личку наверное в контакте вот и в конце концов когда мы ее просто динамили и не обращали никакого на нее внимание потому что ей было 17 лет она выяснила что бигвилл будет участвовать в ресторанном дне и что там будут все редакторы и все ребята которые с нами работают она пришла на это мероприятие открытое не постеснялась подойти ко мне и сказать станет я знаю что вы видели мои письма на них уже не отвечаете что я могу сделать чтобы действительно к вам попасть потому что я правда очень хочу и мне есть что что поделать и короче полина была реально очень настойчивой и я поняла что человек так мотивироваться ну невозможно ее просто так продинать и я дала ей свой телефон не обсудили какие-то темы я объяснила почему эти темы не подходят она наконец-то принесла такую тему которая нам подошла написала текст но в общем в итоге я позвала ее на первую планерку и вот она так с нами осталась потом она занималась новостями у нас занималась кучей всего и в итоге стала главным редактором бигвилла в конце концов вот теперь она главный редактор лайфхакера огромного медиа которая просто известна всем я думаю ну и как абсолютная вершина пирамиды успехов полина накрайникова это приглашение на первый медиа завтра как полина спорила пусть и заочно там с самим максимом ильяховым можете посмотреть на давайте так мне кажется что у нас есть некоторые некоторые правила жизни от тани симакова давайте их покажем на экране вова и покажи нам их пожалуйста и давайте пробежимся по ним расскажи пожалуйста по подробно смотри вот то что мы сейчас показываем это ну как бы некоторый список советов и рекомендаций уже скорее из ну какого-то твоего там личного опыта я смотри очень хотел тебя попросить про это рассказать потому что ну кроме того что ты людей нанимаешь у тебя же и у самой очень классная карьерная история не знаю я вот ну правда там без лести с трудом могу подобрать аналог потому что ты из пусть модного но все-таки регионального медиа переехала в москву но не то что без даунгрейда там снизив как-то свою позицию ну а по факту даже в общем то можно сказать пошла на повышение расскажи пожалуйста что тебе помогло и как вот это вот случилось что ты из значит кресла издателя самарского медиа пересела в главредское кресло там одного из крутейших известнейших русских медиа а я даже не знаю чего начать во-первых алексей аметов известен тем что очень хорошо умеет находить людей и за что ему огромное спасибо него наверное это бы без его широтых взглядов это бы наверное не произошло вот но тем не менее да я могу рассказать что я делала во-первых мы никогда не снялись того что мы очень такие особенные отличные и каждый свой кейс мы публично освещали у нас был реально большой охват нет нет мы тебя слушаем так все в порядке потом что мы еще делали у меня что-то со связью нет нет мы тебя слышно отлично слышишь отлично хорошо что мы делали я ездила на все конференции на которые могла ездить действительно я подавала заявки я не отказывалась от конференции но единственное что нужно понимать не не каждая конференция классная если ее делает единая россия в каком-нибудь регионе там выступают какие-то три старых понятого ехать туда не надо есть и туда где есть люди которыми вам хотелось бы пообщаться и потом в дальнейшем возможно поработать что еще рассказать вот с алексеем аметовым я познакомилась на конференции просто подошла к нему после его доклада и вот попросила слушай а вот про знакомство и нетворкинг потому что есть довольно большого количества людей вот эта мысль что блин ну вот там лёша аметов выступает на конференции да сейчас к нему 15 человек подбегут да что я буду 16 со своим вопросом да наверное занятой человек ой ну ладно как-нибудь в другой раз что-то мне как-то неудобно и так далее что с вот этими мыслями ты посоветуешь людям делать то не окей вероятно таня у нас пропала давайте просто посмотрим еще раз на правила жизни тони симакова о том как попасть давайте просто у нас очень любят задавать вопросы по 30 секунд и вот и они выбивают а со стайминга вы еще раз вов верни пожалуйста нам слайд на 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 экран мы еще раз пробежимся по правилам успеха значит первое нужно участвовать в конференциях но только на хороших нужно уметь упаковывать свои кейсы и рассказывать про свои успехи нужно не стесняться знакомиться с полезными людьми как например полина познакомилась стане или таня познакомилась лёша аметовым нужно предлагать чем вы можете помочь и чем вы можете быть полезными и не лениться вести соцсети про соцсети согласен слушай кажется на них все забивают то что очень много работы вот и тогда такой же классный как тани симакова таня пожалуйста пожелать что-нибудь нашим зрителям этим утром чтобы они зарядились от тебя энергией и мы будем двигаться дальше ребята послушайте песню ивана дорна не надо стесняться и делайте все как он велит можно еще буквально пару блиц вопрос ну прямо блиц буквально да нет я прямо я еще просто параллельно читаю чат и там люди пишут о боже я вам пишу почему вы не отвечаете я правильно понял что ваша кредо это настойчивость типа тот кто напишет десять раз подойдет на пяти конференциях тут добьется своего и так и должно быть это не мое кредо это кредо всех всех издателей я должна понимать что я не просто так потрачу время на письма на три тысячи знаков спасибо арсений за важный вопрос спасибо что пришла к нам сегодня утром мы были очень рады тебя видеть и мы двигаемся дальше ребята это медиазавтрак это медиазавтрак